И всем привет, ребят! С вами Стрванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно Обзору грома той самой пушки, которая на протяжении уже довольно длительного периода времени вышла из нашей меты И не являлась актуальной, но вчера, поиграв на ней, на этой пушке, на стриме Я был безумно поражен тем фактом, что от этой пушки наконец-таки перестали брать резисты У нас появились в игре новые дисбалансные пушки по типу Магнума, ну и других дальнобойных пушек, которые актуальны Да, то есть Магнум это больше дисбаланс, да, а все остальное это как бы, ну такая, ну, наверное, мета Наверное, мета я бы сказал, да, то есть там Шафт, Страйкер, Гаусс И наконец-таки у нас перестали игроки одевать резисты и появилась возможность вернуться на этой замечательной пушке Сегодня мы сыграем на громе на бустере У меня, конечно же, стоит кризис, но я знаю, как вы относитесь к нему И как многие начинают меня сразу хейтить, что я, мол, записываю видос с донатным дроном, которого у многих нету Поэтому я одеваю бустер, одеваю комбину в виде ареса, грома Одна из самых, наверное, интересных комбинаций за последнее время, которые я тестировал И вчера на стриме мне прям безумнейше, безумнейше понравилось играть на этой комбе Поэтому я готов вам ее сегодня протестировать Убедиться в том, что очень мало резистов, да, то есть в рамках этого видоса Ну и постараться сделать максимум, посмотреть сколько мы сможем набить киллов, набрать очков Нужно также понимать, что очень большое количество киллов будет идти от ареса И в целом эта комбинация, ну и этот корпус в частности После обновления мне преподносит и дает вообще очень жесткий буст, да, то есть мотивацию играть Мне реально, когда такие обновы выходят, это очень сильно нравится, да То есть когда у нас нет какой-то супер меты, да, либо там чего-то интересного На протяжении долгого времени в игре Становится как-то скучно, да А когда выходят такие обновы, появляются новые корпуса И ты начинаешь на них уже навеливать Это, конечно, очень и очень круто По грамму, что я могу сказать Урон максимальный проходит на средней и маленькой дистанции То есть, соответственно, вам всегда нужно стараться сближаться с противником И играть где-то на средничке Также, не забывайте, что у этого грамма очень хороший сплэш Соответственно, у вас есть возможность постоянно наносить урон по нескольким противникам Если они играют рядом И за счет этого зарабатывать большое количество очков У нас в катке один лишь резист Карта с точки зрения осады не самая лучшая Все-таки это, ну, наверное, не суперудобная карта Где вы можете прожать контентовый шарик, да Соответственно, не будет такой прям супер пользы от него Но постараемся реализовать Посмотрим, что из этого выйдет В принципе, игрок на такой карте будет актуален Но нам нужно тоже играть от какой-то более грамотной позиции Я вижу, что там против Твинс Эмми Больше ничего такого серьезного нету Там есть еще одно пробитие устройства Но на него мы внимания обращать не будем Берем сразу иммунитетик от Твинса Эмми Чтобы он нас больше не смог кошмарить Ну и стараемся ехать на точку Накидывать урон Сплэш с средней дистанции Такой же, как и с большой дистанции Единственное, только разница будет в уроне То, что на большей дистанции вы будете наносить в разы В разы меньше урона К сожалению, но это так и есть Так, берут у нас уже противники резисты от Грома Уже второй рез появляется И у меня вчера максимальное доходило до вроде как 4-х Может 5-ти резистов Да, когда был реальный шанс Неплохо так понавейливать по противничку Одевали именно такое количество резов Я запускаю шар, чтобы просто попытаться уничтожить тех молодых людей Которые стоят под куполом К сожалению, сливаю только двух титанов Остается еще рез и викинг Но, в принципе, это тоже уже неплохо Что мы здесь двоих уничтожили На короткой такой траектории моего шарика Потому что я запускал его больше туда в стену И на этой карте вообще линию найти такую Чтобы ареса овердрайв работал суперэффективно Довольно-таки тяжело Поэтому даже если вы уничтожаете двух противников Это тоже пойдет Неплохо Но по точке пока что у нас все плохо Никак мы не можем ее захватить Противник постоянно напрягает И я со своим ареса громом За счет не такой большой скорости Ну, не сказать, что суперэффективен здесь То есть карта такая тяжелая Тяжелая для ареса Но будем стараться Еще у нас 11 минут есть Наша задача, конечно же, выиграть катку Если выиграем, будет супер Если проиграем Я, конечно, немножко расстроюсь Но ничего страшного Главное здесь покатать на самом громе И по балансу пушки Что я могу сказать По сути Это тот же самый гауф Только он стреляет чуточку быстрее Не имеет дополнительной сводки И с кувалдой С тем устройством, которым я играю сейчас И это, наверное, самое актуальное устройство Сейчас на громе У вас нету критических выстрелов Но даже без этих критов У вас есть возможность с бустером наносить По 1800-2000 урона По бездашному танку Что является очень и очень хорошим уроном Ну а с кризисом По противнику Ну там вообще по 2.5 может залетать Если там по бездашке То есть по 1000 у вас вот Такие выстрелы всегда залетают И плюс у вас сверху еще есть возможность На еще больший урон То есть у вас вообще есть очень хороший Такой бустачок По урончику Которого у вас, например Ну может не быть На том же Гаусси Хотя там могут быть криты И все остальное То есть здесь Самый главный фактор Грома На данный период времени В этом балансе Это то, что от него нету резистов Если от него возьмут Такое же количество резистов Как брали от него раньше Он не будет профитный Он не будет жесткий Но игроки Теперь будут брать резист От грома Намного-намного меньше Потому что Что страйкер Что магну Что гаус Что шафт Все эти пушки Находятся сейчас В супер хорошем балансе И соответственно Противнику надо всегда Выбирать что брать А на громах Играет маленькое количество игроков Соответственно У вас есть Практически всегда Вот именно на сегодняшний день То есть я не говорю На дистанцию Или еще что-то На сегодняшний день У вас есть Отличная возможность Поиграть на громе В среднем балансе Он реально средний баланс Он не жесткий Он не супер слабый То есть Это средняя Статистическая пушка В игре На данный период времени Если от нее Супер много резов То она станет Мусорной пушкой Без резов Она средняя И за счет Вот этой вот Средней пушки Вы можете Давать Очень хорошую прибыль Прям очень хорошую прибыль Но Для всего этого Как я уже и сказал Нужно Только Чтобы у вас Не было Резистов Ну и резистов В принципе Ну вот Два реза здесь В катке То есть я Зашходил был один рез Еще один молодой человек Взял резист Если например От вас взяли 4-5 резов Взяли Поменяли пушку Это значит что Не будет реза Либо там От того же магнума Не будет реза От того же гаусса Либо не будет реза От шафта Либо еще какой-то пушки Да То есть при любом раскладе Будет возможность У вас поменяться Вы переоделись Потом в следующую катку Запикались Хоп Опять нет резиста У противника Грома Вы опять вернулись На него И опять Хорошо Показываете И наваливаете На него Ну и я конечно Пока рассказывал Там очень хороший шарик У нас залетел На 4 Или даже на 5 Танков противника Такие шары На аресе Мне сейчас Очень Очень Нужны И Пока что Мы до сих пор Проигрываем эту катку И никак не можем Захватить точку 19 киллов У меня уже есть И 7 минут До конца Этого боя У нас еще Остается Нужно постараться Сейчас еще один шарик Накопить И Постараться его Вкинуть Потому что Противник Прожимает Купол И У него Есть возможность Захвата Этой точки Захвата Этой точки Если он сейчас Захватит То будет Очень 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 Плохо Будет Прям максимально Плохо Там еще У титана Еще один Купол Весь прикол Ареса То что Он не чувствует Купола Да То есть Круто конечно Что противник Там сейвится В них И это Работает В осаде Вообще В принципе Сейчас стало Очень много Титанов Но Эти титаны Контрятся Что Ареса Шаром Что Хантер Овердрайвом Что Мамонта Овердрайвом Да То есть Я считаю Что Хоть и игроки Используют Но это Не супер Грамотная Вещь Да Круто Когда ты стоишь Под Куполом Титана По тебе Очень слабо Наносит Противник Урона Это Раз Два Ты получаешь Дополнительные Дополнительные ХП От шарика То есть Он тебя лечит Вернее Не от шарика Но от Овердрайва Титана Купола И Плюс Ты как бы Сейвишься Это Крут Но Все это Дело Контрится И Если ты Будешь Играть С Грамотными Тиммейтами Которые Будут Использовать Разные Корпуса Да Даже Если Они Будут Просто Все Использовать Аресы Вы будете Очень легко Контролировать Точку И Спокойно Уничтожать Противника Который Будет Вот так Под Куполом Стоять То есть Если Я вот так Вот буду Делать Вот так Вот Запускать Шары И Избривать Всех Противников Да То есть Какой Смысл От Этого Шарика От Него Не Будет Смысла Просто Бесполезный Шар Да То есть Может Быть Потом Какой Тиммейт Еще Успеет Подъехать Но Или Он Просто Пропадет Да И Все Шарами Очень Легко Титан Овердрайф Контриться И Этот Орез Новый Обновленный Мне Безумнейше Нравится Прямо Безумнейше Это За последнее Время Наверное Один из Самых Интересных Для меня Овердрайвов Да Даже Я Если Буду Обращать Внимание На Хантер На Хопера Что Хантер Что Хоппер Не Дает Таких Эмоций Как Дает Этот Шарик Орез И Я Очень Рад Что Наконец Так Он Вернулся В ту Самую Старую Мету Которую Я Так Сильно Хотел Так У нас Остается 4 Минуты С Половины До Конца Нам Нужно Постараться Взять Еще Вот Эту Точку Потому Что Мы Летим 1 2 Хорошо Что Мы Хоть Одну Точку Забрали Это Уже Успех Нам Нужно Выиграть Чтобы Выиграть Нам Нужно Не Потерять Вот Эту Точку Прямо Сейчас Если Мамон Б Прожал Б Но Похоже Он Занят Другими Делами Диктатор Чуть Придерживает Я Успеваю Или Нет Да Успеваю Хорошо Супер Еще У нас Стрекер Неплохо Накидал Супер Захват Сбили Теперь Осталось Только Захватить Саму Эту Точку Если Мы Ее Захватим Будет Великолепно У меня Сейчас Будет Скоро Овердрайв Если Противник Прожмет На Титанику Полишку Блин Зачем Тиммейт Ко мне Подъезжает Когда Там Накидывают Сплэш Урончик Лучше На Откатики Играть Где-то Так Ну И у меня Сейчас Будет Шарик Надо Его Попытаться Запустить Прям Очень Круто Под Захват Точки Либо Под Уничтожение Противника В большом Количестве Есть Конечно Тут Одна Интересная Траектория По которой Я попытаюсь Запустить Этот Шарик Не знаю Что У меня Тогда Без шансов Противник Имеет Шансы На захват Этой Точки Даже Очень Большие Шансы На захват Этой Точки Мне Надо Пускать Шар Потому что Иначе Он Даже Не успевает Но Высота У этого Шарика Блин Какая же Она Безумная Просто Безумнейшая Какая Она Крутая Даже С такой Высоты Ты можешь Просто Запустить Шар Уничтожить Противника И проконтролировать Ситуацию Которая Тебя Нужна Но К сожалению Точку Засейвить Мне этот Шар Все равно Не Помог И я Не Успел Так Мы Летим 3-4 Ой 3-4 3-1 Постараемся Сейчас Забрать Может Быть Получится Танцев Конечно Немного Титан Там У Полишкой Скорее Всего Ей Тоже О Наш Тим Эй С куполом Ей Ну Ладно Тогда Есть Шанс На захват Тогда Надо Сверху Просто Титана Снять Титана Титана Урон Урон Хорошо Супер Захват Захват Будет Захват Захват Супер 3-2 Камбэк Есть еще Шанс Сделать У нас Какие-то Очень Неуверенные Знаете Точки То есть Мы Берем И потом Так Легко Отдаем Очень Непонятно Как это Происходит И Центральная Точка Появляется У противника Есть Куполишка Надо Его Слить Успеть Хорошо Вливаем Ой Наш Титанчик Ставит Купол Супер Это Кстати Потенциальный Купол На Захват Точки Давай 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 Надо Только Титанчика Не пропустить Который Тоже Имеет Куполок А он Как раз Таки Вот Здесь Едет По Полторушке Ему Накидываем Оп Хорошо Мне Расход Дали Сверху 3-3 И Может Быть Это Камбэк И победка Может Это Камбэк И победка Боюсь Это Победка То Это Будет Очень Супер Правая Точка Отлично Давай Газ 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 Я Сейчас Буду Наверное Сразу Шар Запускать Потому Что 50 Секунд У У Нас Не Будет Шансов На Захват Точки Если Я Сейчас Его Не Придержу Поэтому Я Сразу Пускаю В Надежде Что Мы Придержим Надежде Что Мы Выживем 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 Вас Нееет Братан Ну Куда Ты Уехал А Там Титан Куп Упражал Блин Это Было Обидно Если Честно Я Запускал Чисто Шар Чтобы У Нас Была Возможность Захват Этой Точки А теперь Есть Возможность Захват У Противника Времени В теории Им Хватает Но Я Сделаю Сейчас По Умному Нет Не по Умному Не Получилось Я Не Успел Придержать Они Имеют Шанс На Победу Не Успевают Выиграть Эту Катку Жесть Блин Зря Наверное Я Торопился Прожимал Какой Шар Быстрый Можно Было Его Подсейвить Ну Ладно Это Как Говорится НТ Очень Хорошая НТ Но К сожалению Мы Не Выиграли Поэтому Что Я Могу Сказать По Поводу Грома Мне Очень Понравилось То Что От Него Сейчас Нет Резистов И То Что У вас Появилась Еще Одна Пушка В Пуле Которую Вы Можете Взять И Если Я Например В последнее Время Акцентировал Своё Внимание Подорез На Магнум Гаус Страйкер То После Вчерашнего Стрима И После Вчерашнего Совета Одного Из Подписчиков Я Честно Не Помню Кто Это Был Именно Но Возможно Это Был Сказан Поэтому Громчик Очень Круто Здесь Сочетается И С тем Раскладом Что Что от Страйпера Что от Гаусса Что от Магнума Очень много Резистов Гром Супер Четко Вписывается И Мне Безумно Нравится Поэтому Попробуйте Поиграть На Громе Быть Может Вам Тоже Повезет И Не Будет Резистов От Него Сможете Очень Хороший Урон Понакидывать Понавеливать И Позарабатывать Поддерживать Видос Лайком Подписывайтесь На Канал Если Вы Еще Вдруг На Него Не Подписаны Нажимайте На Колокольчик Дабы Не Пропускать Новые Видеоролики Ну И Также Не Забывайте Про Тег Создателя Контента Который Находится В Настройках Игры В Аккаунте Кем Личный Тег Это Тег Тим П Устанавливайте Его Если Доносите В Игру Поддерживайте Меня Этим Мулу И 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 Поучаствовать В Розыгрыше На 1 Миллион Кристаллов И На 20 000 Танкоинов Вся Информация По Розыгрыш Есть В Описании У У Меня На этом Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока